Нужны ли частным майнерам чипы CMP от Nvidia? Как прошла забастовка майнеров эфириума? Почему не стоит доверять мобильным приложениям криптовалютных кошельков? Это и многое другое смотрите в нашем новом выпуске новостей. Рады приветствовать вас на канале Битсмедиа. Майнинговая компания HAT8 купила у Nvidia специальные майнинговые чипы CMP на 30 миллионов долларов для добычи эфира. Добавление Nvidia CMP увеличит хешрейт HAT8 в эфириуме примерно на 1,6 трехэшей в секунду. Это всего 0,3% текущего хешрейта эфириума. О прямых покупках CMP заявили крупнокитайские майнеры. С учетом поставок CMP крупным компаниям, ожидается дефицит чипов для частных майнеров. С другой стороны, это спасет их от покупки карт, которые могут стать неликвидными в течение года. Близится окончательный запуск эфириума 2.0, после чего майнинг на видеокартах уйдет в прошлое. Часть майнеров переключится на добычу других альткоинов, но доходность резко упадет. На рынок выплеснется масса видеокарт и цены рухнут. Карты без видеовыходов будет сложно сбыть даже по низкой цене. Сократить убытки удаться лишь крупным майнинговым компаниям за счет оптовых покупок оборудования по низкой цене. Частные майнеры вряд ли успеют окупить видеокарты за 700 долларов к моменту перехода эфириума на Proof of Stake, так как разработчикам эфириума приходится ускорять обновления из-за роста конкуренции с другими блокчейнами. Забастовка майнеров эфириума, запланированная на 1 апреля, провалилась. Многие майнеры не поддержали принятие EAP-1559, в рамках которого предлагается сжигать часть эфиров при подтверждении транзакций, так как их доходы заметно упадут. И все же разработчики приняли решение включить EAP-1559 в Хардфорк, Лондон, запланированный на июль. Поэтому некоторые майнеры договорились с 1 апреля объединить мощности на пуле эфирмайн, чтобы показать свою силу. Однако задуманное так и не удалось. Если в начале недели хешрейт эфирмайн составлял 94 терахеша в секунду, то 1 апреля он вырос только до 96 терахешей в секунду. Тем временем сложность майнинга биткоина выросла еще на 5,8%, и впервые в истории превысила 23 триллиона единиц. Средний хешрейт сети биткоина увеличился со 156 экзохешей в секунду до 165 экзохешей в секунду. Только за март прибыль майнеров биткоина превысила 1,5 миллиарда долларов. Это на 150 миллионов долларов больше, чем в феврале. Подавляющая часть прибыли 1 миллиард 360 миллионов долларов была получена в виде вознаграждений за блоки, а еще 148 миллионов долларов в виде комиссий. Майнеры биткоина зарабатывают более 1 миллиарда долларов в месяц уже третий месяц подряд. Пользователь кошелька Trezor Филипп Христодулу скачал поддельное приложение в магазине Apple App Store. После введения в приложение секретной фразы, он потерял 17,1 биткоина, стоящих сейчас более 1 миллиона долларов. Самое интересное, мобильного приложения для Trezor от разработчиков кошелька вообще не существует. Пользователь сказал, что обижен на Apple больше, чем на самих мошенников, так как App Store считается безопасной площадкой для покупки приложений, проходящих тщательную проверку. Эксперты считают, что мошенникам легко обойти правила Apple. Злоумышленники могут отправлять на утверждение безобидное приложение, а после одобрения превращать их во вредоносная программа для фишинга. Когда Apple узнает об этом, компания удаляет такие приложения и вносит их разработчиков в черный список. Инженер из штата Джорджия Джеймс Файтс тоже пострадал после загрузки подобного продукта, потеряв 14 тысяч долларов в биткоинах и эфирах. Производитель кошельков Trezor еще 1 февраля уведомил Apple о появлении поддельного приложения, и компания удалила его 3 февраля. Однако оно появилось снова уже через несколько дней. Компания Tether опубликовала подтверждение, что ее резервы соответствуют стоимости стейблкойнов USDT, находящихся в обращении. Фирма Moore Cayman проанализировала активы Tether по состоянию на 28 февраля 2021 года. Общая сумма активов Tether на тот момент составляла 35 миллиардов долларов. Аттестация проводилась по трем международным стандартам и стала первым сторонним аудитом Tether с 2018 года. Эмитент USDT планирует проводить такие аттестации ежеквартально. Они не связаны с раскрытием информации, которую Tether намерена предоставить в офис генерального прокурора Нью-Йорка. Главный юрист-консульт Tether и Bitfinex Стюар Хёггнер сказал, что компания проводит аттестации по собственной инициативе для обеспечения прозрачности. Директор Департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин считает, что нужно запретить расчеты в стейблкойнах, включая стейблкойн Сбера – Сберкоин. Для этой цели подходит только государственная валюта и цифровой рубль. Минфин РФ поддержал позицию Зимина. А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не согласен с предложением. Он считает, что у цифровых активов, выпущенных российскими банками, есть перспектива для развития. Согласно действующему российскому законодательству, стейблкойны скорее считаются цифровыми финансовыми активами, чем цифровыми валютами. Поэтому их можно использовать для расчетов. Аксаков предложил техническим специалистам, экономистам и банкирам обсудить использование таких стейблкойнов в сфере платежей. Благодарим вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч!